Ребята, и снова всем привет! Значит, подписчик моего канала задал мне вот такой вот вопрос. Здравствуйте! Как узнать, кто смотрел мой статус в сториз? Вопрос был задан под видеороликом, как посмотреть чужой статус незаметно в WhatsApp. Сейчас я предоставлю свой ответ. Ребята, если вы впервые на моем видеоканале, оформляйте подписочку. Перед тем, как подписаться, посмотрите, какие на моем видеоканале есть видеоролики. Они обязательно вам понравятся. Обсуждаем различные проблемы. Если у вас, допустим, какие-то проблемы с компьютером, с телефоном, с ноутбуком, с чем-то еще, обязательно пишите свой вопрос в комментариях под видеороликом, либо пишите в мою группу ВКонтакте. У меня есть кое-какие знания, соответственно, я вам помогу. Итак, поехали! Значит, определяемся по этому вопросу. Значит, сейчас зайду в WhatsApp. Открывается WhatsApp. Вот, открылась главная страница. Значит, по умолчанию открываются у меня чаты. Теперь, смотрите, где вкладка чаты. Есть рядом вкладка статус. Есть звонки. Вот сейчас мне нужно выбрать вкладку статус. Теперь, значит, вопрос какой. Как узнать, кто посмотрел мой статус? Значит, смотрите. В первую очередь, для того, чтобы эта опция работала, функция, вам нужно зайти в правом верхнем углу, нажать три точки. Теперь перейти в настройки. И, значит, вот здесь вот в настройках выбираем аккаунт. И теперь конфиденциальность. Есть. И вот здесь вот у вас обязательно должен включен быть ползунок, где отчет о прочтении. То есть, он должен быть не вот так вот, в выключенном состоянии. Тогда вы не сможете, ну, тогда вы не сможете посмотреть, кто просмотрел ваш статус. А отчеты о прочтении должны быть вот так вот включены обязательно. Иначе эта функция не будет работать. Все. Проверили отчет о прочтении. Если ползунок у вас в состоянии включенном, то все окей. Выходим назад. Вышли назад. Вернулись к статусу. Значит, я опубликовал статус. Вот он он. У меня есть второй кулинарный канал, где мы с женой готовили вот такие вот вкусные пальчики. Вот он. И вот смотрите. Значит, здесь вот внизу под статусом есть количество просмотров. Нажимаем и смотрим. И теперь вы увидите, кто просмотрел ваш статус. То есть, просмотрела статус моя сестра. Соответственно, я знаю, кто просмотрел статус. Вот она у меня отобразилась. Но, ребята, значит, заметьте. Значит, хотел бы сказать вам другое. Что после публикации статуса, даже если люди будут сразу его смотреть, то вы не сможете увидеть, кто его просмотрел. То есть, нужно определенное какое-то время, чтобы WhatsApp, значит, подгрузил все просмотры ваш статус. И после этого, по стечению определенного времени, вот обновится список, кто смотрел ваш статус. Значит, если я не ошибаюсь, по-моему, статус публикуется всего на 24 часа. То есть, на одни сутки. Потом он автоматически удаляется. Если это не так, то поправьте меня в комментариях под этим видеороликом. Теперь вы знаете, да, как просматривать, как увидеть, кто просматривал ваш статус. Вот обязательно включайте опцию, вот это в настройках отчета прочтения. У меня по поводу этих отчетов есть, сейчас вам покажу на своем канале, есть очень много видеороликов даже по отчетам, по WhatsApp. Ну, в общем, по WhatsApp, тематика WhatsApp-овская, сейчас вам покажу. Зайду на свой канал. Я тут подписан на некоторые каналы, сейчас нужно найти свой. Так, вот он. Переходим на канал. И вот здесь, значит, что мы видим? Какие видеоролики опубликованы? Вот открыл список, несколько видеороликов мы сейчас увидим. Так, в основном сейчас поступают вопросы от подписчиков по поводу Facebook. То есть, Facebook что-то разошелся и начал блокировать аккаунты. То есть, если у вас аккаунт вдруг когда-нибудь заблокируется, то можете мне писать в комментариях под видеороликом, либо в моей группе ВКонтакте, и я вам подскажу, что дальше делать. Так, какие вопросы мы здесь недавно рассматривали? По поводу восстановления Gmail-аккаунта, по поводу восстановления гугловского аккаунта. Задают люди вопросы очень часто. Google начал блокировать опять по какой-то причине почты у людей, у пользователей. Так, по поводу WhatsApp. Так, вот у меня последнее видео было, как вернуть права администратора. То есть, если вы создали группу и по какой-то случайности вышли из нее, то не так просто уже, значит, стать администратором вашей же собственной группы. Посмотрите это видео, и вы поймете, как это все делается. Дальше. Видос. Как скрыть переписку чат? Вопрос задал подписчик канала, я ему ответил. Если вам интересно, как скрывать переписку в чате, можете посмотреть. Так, что же по поводу отчетов, да, отчетов о прочтении. Я тоже публиковал видео. Где-то оно у меня находится, наверное, в самом низу. И так, вот еще одна тема. Как позвонить через WhatsApp в другую страну? Кажется, все просто, но многие люди об этом не знают. Как правильно звонить с WhatsApp на WhatsApp? Многие люди парятся. Посмотрите это видео, чтобы вы понимали, как это делается, если вам нужно позвонить, допустим, на незнакомый номер через WhatsApp. Как это все делается? Смотрим это видео. Так, что же еще у меня есть по поводу WhatsApp? Сейчас я вам пролистаю, покажу. Так, как позвонить с WhatsApp на обычный телефон, на стационарный? Если вам нужно будет позвонить на стационарный телефон с WhatsApp, посмотрите этот видос, вы поймете, можно ли звонить или нельзя. Поехали дальше. Вот, что означают галочки? Вы, наверное, когда отправляете сообщение, вы замечали, да? После отправки появляется одна птичка, потом появляются две серых птички, и потом появляются две синих птички. Вот, что эта последовательность означает? Почему изначально одна птичка, потом их две серого цвета, и потом две синего цвета становятся? Посмотрите, если вам интересно, и вы будете знать, какой статус имеет ваше сообщение отправленное. Так, как изменить номер в WhatsApp? Вот у меня произошла недавно ситуация, значит, мой номер, на который был привязан WhatsApp, был заблокирован. Разблокировать мне его не удалось. Мне пришлось изменить номер WhatsApp. Обязательно посмотрите этот видос. Как изменить номер? Что нужно сделать, чтобы привязать новый номер к WhatsApp? Если вы столкнетесь с какой-то проблемой, допустим, вы не сможете войти в свой аккаунт, или какая-то другая проблема произойдет с WhatsApp, вот в этом видео рассказал, как связаться со службой поддержки WhatsApp, как его написать, и как вообще действовать в той или иной ситуации. Обязательно посмотрите этот видос. В принципе, все. Вот есть видео, как подключить черную тему в WhatsApp. Что делать, если, допустим, угнали ваш номер в WhatsApp. В общем, очень много информации по поводу WhatsApp, Viber, на моем видеоканале вы найдете. Поэтому, ребята, вот такие вот дела. Возникает вопрос, а не стесняемся, задаем их в комментариях под видеороликом, либо пишем в мою группу ВКонтакте. Я стараюсь всегда всем отвечать и помогать. А на этом все. Всем до новых встреч. Пока.